добрый день уважаемые зрители мы продолжаем с вами говорить про базы данных и сегодня у нас будет очень на самом деле на мой взгляд интересные лекции мы поговорим о принципах проектирования мы поговорили о том что это как порисовали схемки я рассказал об атрибутах и сущностях и надеюсь в общих чертах что-то стало более-менее понятно но правила я их не касался это принципы проектирования ну или принципиальный вопрос о том что представляет собой хороший проект базы данных и чего в процессе собственно его создание лучше избегать первое достоверность прежде всего проект обязан достоверно предоставлять спецификацию базы данных другими словами множество существ и их атрибуты должны соответствовать реальным требованиям мы с вами не имеем права ассоциировать множеством сущностей актеры атрибут количество цилиндров хотя последний вполне применим по отношению к множеству автомобилей прежде чем вводить модель новое множество сущностей атрибут или связь надлежит задаться вопросом все ли доподлинно известно той части реального мира которая должна быть смоделирована также мне надоели базы данных которые вообще на 80 процентов связаны с предметной областью проектировщик баз данных это не колдун который что-то там варит свои хижины это человек который занимается созданием модели реального мира и совершенно не важно что представляет собой эта модель парк техники военную базу порно-студию парк развлечений тюрьму не имеете вы уважаемые проектировщики право заниматься от себя день тоже еще один пример у нас с вами была связь актеры участники которые соединяла на обсуждали нас в сущности актеры и кинофильмы мы с вами когда я обсуждали сказали что это один ко многим начни правда это многие ко многим ну что как мы позже уже сказали что актеры вправе участвуют в съемках нескольких фильмов до 3 1 а в каждом фильме могут заняты на время несколько актеров ну уж тем более не один к одному откуда берется это ошибка оттуда говорит вот у нас машина например стоит в одном месте а ничего что она полдня может стоять в одном полдня в другом полдня треть если у вас разрез день они час если по часам до один к одному а если день то он был в трех местах за это не то же самое с актером то же самое с консалтером если я работаю на время на двух проектах то эта связь у меня будет один ко многим и один к одному но я напоминаю вот эту проблему связь один ко многим включает логику связи один к одному если ваш база поддерживать связь один консалтер много проектов то уж точно она будет поддерживать связь один консалтер один проект даже если у вас то связи один к одному не но помните что связь один ко многим не будет поддерживать логику многие камни и в базе один к многим вы никогда не реализуете логику когда у вас у вас там допустим стоит один консалтер разных проект да не вопрос а как вы отрисуете что у вас на одном проекте может много консалтеров у вас в обратную связь если развернуть разъем это у вас получится что там один один консалтер много проектов на одном проекте много консалтеров тогда это связь многим не забывайте об этом но есть действительно сложные ситуации ну давайте рассмотрим для примера сушники учебные курсы и преподаватель казалось проще некуда школа институт там всякие онлайн-курсы вот можно сказать вы даже смотрите его учебный курс базы данных ну и преподаватель квартского александр соединение связи обучения действительно ли обучение представляет связь типа многие к одному направленные от курсы к обучающему казалось бы а вот тут ситуация вполне возможно что закажем курсом закреплен действительно один преподаватель может быть и ведут несколько преподавателей курс совместно но не исключено что соответствии с внутренними требованиями организации в базе данных будет указан один из преподавателей который за него отвечает вот и получается что базе мы будем указывать тип связи смотря с какой стороны мы ее рассматриваем а может другой порядок учебного заведения когда низкое преподавание способны заменять друг другу прочтение определенного курса без каких-либо ограничений тогда собственно изначально смысл связи заключается не в том чтобы отобразить зависимость между курсом преподавателя ведущему в данный момент зафиксируют хронологоведение курс различными преподавателями или просто писать можешь преподаватель готов чтение этого курса вот и получается что курсов множества преподаватель нож например с авторами ноги ко многим на первая мысль то какая курсе у него один преподавать первым из них на году один курс один преподаватель а потом когда мы включаем голову выясняется что преподавателем может быть множество курсов у одного курса но может быть множество авторов многие ко многим еще это отсутствие избыточности мы обязаны тщательно следить за тем чтобы объекты структуры не повторяли друг друга вот например сущность кинофильмы и киностудийцы имени связью в ну понятно что киностудия владеет кинофильм а потом мы берем с вами снабжаем сущность кинофильмы атрибутом название студии на первый взгляд еще на воле решение даже мы что-то плохое с вами сделали да я вроде и в каком-то другом примере у нас например была продукция производителя мы на продукции добавили производителя мечарицы не упал но и так повторное описание студии владелец кинофильма приводит дополнительно расходу памяти для хранения атрибута у базе и точнее все при продаже кинофильма можем изменить название студии которая владела на новое выделяемой связью владений забыть справить содержимое атрибута и может сделать даже наоборот это избыточные данные каждый условно говоря каждый факт каждый объект явление логические связи вот каждый каждый кусочек мира должен быть описан одним объектом на уровне логического проекта база данных не двумя не тремя не пятью не десятью одни вот еще одна проблема кроме 100 избыточности простота казалось бы тут так надо включать только те структурные элементы без которых нельзя обойтись вот например вместо непосредственной связи между кинофильмами киностудиями мы считаем целесообразным использовать новое промежуточное множество сущностей например право владения описывающих факт належьте конкретно фильм определенной студии можно между фильмами сущностью право владения может установлена связь представляете по один к одному получается у нас ситуация когда у нас есть такой промежуточный посредник и непонятно зачем то есть формально у нас структура правильная только непонятно никаких уникальных функций он не выполняет его можно исключить то есть вот мы здесь с вами помните добавили контракт когда мы изучали этот вопрос где прописать оплату консалтера за месяц его работы где тут нельзя тут нельзя тут нельзя тут тем более куда писать то а например у нас еще как я говорил на сушность полу привязаны она привязана консалтеру не согласен я могу внедрять что один из терпи что сакер пишет акса ты ерпи к проекту по привязана а если консалтер не как его время и вообще проекту может быть тоже разные по конкретному заказчику который купил у нас не просто сущность пол у нас сущность по которое будет внедрено на проекте получается что заказчик купивший полный для конкретного проекта и нанявший консалтера его внедрить в итоге сущность контракт как мне быть без этой сущности куда мне все это вешать а давайте я честно наделаю десяток таких квадратиков которых мы все тут утонем но это первая беда это когда мы создали ненужную сущность второе мы создали ненужную связь открываю базу таких вот связей базе проект концептуальную модель вас 20-30 штук задаю вопросы специалисту а зачем они ну чтоб были потому что выйдет консалтер будет связан заказчиками на примере говорил да прям там коммерческая тайна ну как то же связано у заказчика есть проекта на проекте по в итоге это получается какая-то вот есть наподобие вот этого уж простите меня за то что я порчу свою собственную схему ну вот примерно так это выходит тут еще какие-то надписи могут быть во первых получается избыточность во вторых нарушен принцип простоты 6 6 6 6 6 то есть первое ненужная сущность 2 ненужная связь ну уж ненужных а 3 но это еще как-то удается наблюбить ноги но атрибуты схема которая описывает проект условно говоря в автомобильном учетом не содержится реквизит но атрибут простите реквизитор из 1с цвет коврика машины ну вам зачем супы вы только вот тут вот атрибутов у каждой сущности вот покинная простыня километров размер всем этим делать неизвестно и кому самое главное далее выбор подходящих связей но это я уже говорил не надо лепить связи которые вам не нужны ну вот использование элементов адекватных типов тоже рассказано нужно поразмышлять чему дать предпочтение атрибутам для сочетания множества сущностей связи конечно атрибутами лепить гораздо проще чем существует связь ну избегайте крайности хоть одну частную проблемку с вами рассмотрим насколько здравым будет наше решение предоставление объектов киностудия отдельному деле множеством сущностей студия может быть следовало передать атрибутами название студии адрес студии множества сущностей кинофильма исключить студии вообще как сущность если поступить так как сказали вот сейчас я сказал придется повторить адрес студии наборе данных о каждом кино а у нас 10 кинофильмов одной студии а сослаться то больше некуда вот вспомните 1с в этом хоп ссылочку прилепили например мы с вами сделали справочник справочник мы назвали его там фильмы мы в нем прилепили ссылочку на студию студии хранится адрес генеральный директор и 100 500 других там атрибутов мы будем с называемых визитами а теперь мы это все перетащили и влепили это все справочник в каждом фильме будете хранить информацию а потом когда вы попробуйте изменить реквизит значение атрибута пример адрес студии будь у меня в каждом фильме в общем просто не делайте так как я сейчас рассказывать к сожалению все вот эти ошибки они особенно не хрон атрибутов встречаются постоянно зато все концентрируются на полоте у нас тут старого эмэля у вас там какой нибудь еще и 3 и какой-то ера моделлер да их там сотни где-то квадратиком нарисовали где там ромиком кто-то видео не это вопрос вопрос в том что схема должна соответствовать тем принципам которые сказала передавать свойства реального мира все все остальное чушь и пустая трата и а уж в чем рисовать ну решиться мне нравится вот тут рисовать я пробовал кучу других продуктов но там нужно предлагать огромные усилия они там километровых размеров вот сюда зашел тут 4 может быть это недостаточно я постараюсь вам на следующем занятии показать другой программный продукт может быть он вам более применяться и вам удобнее будет работать в дальнейшем на этом мы заканчиваем на следующем занятии мы обсуждаем с вами собственно моделирование ограничений тему которым мы вообще совершенно не касались поговорим о том что такое ключ то такое увеличение уникальности к сожалению это все тут не так просто да смоделировать но мы попробуем потому что без понимания принципов моделирования ограничений получается совсем какой-то творческое проектирование не останавливаться спасибо за внимание до свидания